Добрый день, доброе утро всем всем, кто нас видит и слышит, где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, оставляйте все свои дела, слетайтесь к нам на эфир, ведь сегодня четверг, а по четвергам, как известно, в общественных столовах рыбный день, а в столовой нашего канала, канала Автополстар, по четвергам Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте! Всем здравствуйте, очень приятно опять быть с вами в вашей атмосфере, с вашими вопросами, с вашими какими-то новыми осознаниями, и это действительно очень приятно, потому что очень часто пишут вопросы, и меня сегодня попросили начать с вопросов, которые мне пишут. Давайте пока собираются, я тогда зачитаю несколько вопросов. Светлана, почему вы в эфире постоянно разная? Что вы делаете? Вы после мяса такая или в принципе? В принципе я такая, просто я на разное место переношу свет, я не художник, я не фотограф, я не люблю косметику, не умею пользоваться, к сожалению, может быть, к счастью. И я, да, я такая, какой вы меня видите, я такая все время такая, какой вы меня видите. Второй вопрос. Светлана, возможно ли приехать к вам в Сочи? У меня нет денежных средств, но я готова пожить у вас, пока вы меня будете, пока вы меня будете вводить в автономию. Следующий вопрос. Светлана, почему у вас так много, почему у вас так мало, почему у вас так мало безоплатных встреч? Я готов приехать, я живу рядом с вами. Следующий вопрос. Светлана, почему одни автономы, которые не кушают, почему одни просвещенные, которые не кушают, так, давайте про автономы сначала, почему одни автономы, которые не кушают и не пьют, не говорят тех вещей, которых говорите вы? Я сразу же отвечу, потому что я все-таки, наверное, больше говорю про психологию и про путь, а другие просто рассказывают свой путь. И это не хорошо, не плохо, мы все равно, ребята, встретимся все в одной точке. У всех разные, разная манера донесения, у всех разная манера принятия к определенному пути, поэтому это не страшно. Следующий вопрос. Светлана, почему некоторые просветленные, которые действительно просветленные, и видно это в роликах, они не пришли к ни единю? Но, ребят, во-первых, я могу сказать, что я все-таки больше продвигаю не просветление, а просветление – это только путь, очередная ступенечка к определенному пути. Я все-таки, наверное, говорю о вечности. И вечности – это намного глобальнее, намного масштабнее, намного больше, чем просто просветление. Просветление – это просто когда ты… Что такое просветление? Я уже, наверное, говорила, наверное, нужно будет эфир сделать, просветление. Наверное, следующий эфир мы сделаем, если я не наметила тему, наверное, следующий эфир мы сделаем просветление. в моём понимании, ребят, только в моём понимании, и в том понимании ребят, с которыми я общаюсь, которые называют просветлёнными, я, наверное, об этом скажу. Но просветление – это буквально ступенечка к пути, когда мы становимся вечными. А вечность – это ещё сделаю после просветления, сделаю эфир вечности. И если вы мне напомните или напомните Чарли, я буду крайне признательна, чтобы я обозначила эти темы, потому что вечность – это не про то, что когда тебе говорят, когда ты уже вечный, прожил уже тысячу лет, и тебе говорят, ой, слышишь, посмотри, у меня дочь родила ребёнка, а ты говоришь, господи, какая дочь родила ребёнка, мне уже тысячу лет, говорят, это одно и то же. Я уже так от всего отца устал, мне уже это неинтересно, мне это уже не надо. И как раз я расскажу, что такое вечность в моём понимании, как я её вижу, как мне донесли, какие у меня есть знания о вечности. Ты о чём говорила изначально, я, конечно же, забыла. А, ну почему не все приходят к неедению? Почему не все приходят к неедению? Потому что когда у тебя идёт вот этот этап просветления, ты понимаешь, что с тобой происходит, и тебе у каждого же, видите, вот как говорят, а есть ли такая миссия, своя миссия? Есть, ребят, она однозначно есть. И эта миссия, когда вы приезжаете на тот же ретрит, она просто максимально раскрывается, моментально, максимально. Назовите это как хотите, она раскрывается сразу же. Это миссия, по которой вы должны идти. И одна из миссий, когда вы раскрываетесь, вы не хотите, вы же не видите всех просветлённых, вы же не видите всех просветлённых, как они живут, чего они хотят, куда они идут. Вы же видите только тех, которые на экране. Это, ну, наверное, 10% от того, что есть, максимум 10% от того, что есть. И не все об этом рассказывают. И когда вы приходите к состоянию вот этого просветления, когда вы идёте к своим дальнейшим... К миссии своей, это как-то дурацко звучит, да, но к тому, что вы есть, когда вы к этому идёте, у вас настолько яркие эмоции, у вас настолько ярко это всё преображается, что вот эти вот эмоции от еды, они становятся настолько незначительными, настолько маленькими, настолько ненужными, что вам уже не хочется идти в еду. То есть вы можете туда прийти. Вам же никто не говорит, у вас же не обрезали, у вас же не зашили рот, у вас не обрезали желудок. Вы можете туда прийти, но это уже совсем по-другому, это уже про другое, это уже не про то, чтобы поесть, чтобы получить эмоции, это уже не про каждый день поесть. Это уже... Но если хотите, там, порадовать своих близких, потому что не все понимают в определённый момент, какой у вас образ жизни. Если вы хотите, там, ещё какие-то моменты для себя уяснить, то вы это можете сделать, но это уже не та игра, вам уже это неинтересно, вам уже это неактуально. И вот как раз про это мы и разговариваем, про это мы и говорим, про это у нас вот эти вот чаты, которые называют троечки, да. Но на сегодняшний день, ребят, сразу же скажу, что так много заявок, что мы всё равно будем поднимать цену, потому что мы всё своё время тратим на вот эти вот чаты, особенно слава. Слава очень много в этих чатах. Он постоянно ведёт, он постоянно ведёт, он постоянно не выпускает, он постоянно делает так, чтобы вы не выходили из состояния мысли. Он всё время вас гоняет в состояние без мысли. То есть он проделывает колоссальную работу в этих чатах, в троечках. Я там появляюсь крайне редко. нет возможности загруженность. Но тем не менее я всегда всё прослушиваю. Не всегда бывает, что я говорю, но я всегда всё прослушиваю. То есть у меня всегда стоит в ухе наушник. Но то, что там проделывает слава, это, конечно, огромная колоссальная работа. Светлана, а позвольте... А, давайте, я вас прервал, наверное. Говорите, да. Я дело в том, что чувствую себя, как если бы меня пригласили в ресторан, а там в меню определённое блюдо, я его заказал, а его всё не несут и не несут. У нас заявлена тема типа страха. Она, конечно, ещё будет, да? Да, да, да. Давайте её начнём, пожалуйста. Страх – это физическое тело. А, да, да, да. Да. Страх – это физическое тело. Почему я заявила такую тему? Потому что она действительно... Это в этой фразе... В ней даже не скрыто, в ней раскрыто. В ней раскрыто абсолютно всё. Смотрите, когда мы выходим... Что такое? Мы всё время любим разделять наше физическое тело и наше сознание. В наше сознание туда входит ум, мысли и всё-всё-всё-всё, всё то, что нам очень сложно отследить. А физическое тело – оно то, что находится здесь и сейчас. Вот просто запомните и прослушайте несколько раз эту фразу, и, возможно, вас просто выбросит в иное, в другое. Физическое тело – оно всегда находится в моменте. Физическое тело – оно всегда находится здесь и сейчас. И только наше сознание начинает летать сначала в прошлое, которого уже не существует. Оно начинает там топтаться и выискивать эти триггеры, выискивать эти... различные ситуации, которые нам любят преподносить, как разберись в своём детстве, и у тебя будет всё нормально. Вот эти вот какие-то проблемы, обиды, досады, страхи, они все идут из детства, там ещё что-то. Нас всё время выбрасывает из этого здесь и сейчас. И мы всё время хотим рефлексировать то состояние, которое было когда-то, которое бы сейчас не существует. В этом моменте, в этом моменте всегда наше физическое тело, оно нас всегда ждёт, оно нас всегда готово принять, потому что оно без нас не актуально. Мы без него актуальны, сознание без физического тела актуально, а физическое тело без сознания не актуально. Но сознание, оно сначала прыгает в прошлое, для разной херни. А потом оно прыгает в будущее. А что такое будущее? Будущее – это всегда страхи. В прошлом страхов уже не существует, мы их уже перепрожили, нам уже там не страшно, там уже всё понятно. В настоящем нас практически никогда нет, а в будущем мы всё время находим в себе, что вот мы вот это сделали, и в будущем только у нас начинаются страхи. Только в будущем мы думаем, что а вот это страшно, а вот если я вот так сделаю, а вот если вот так вот мне ответят, а если так прореагируют, а если так сложится ситуация, и всё время страхи, они в будущем. Но запомните, ребят, будущего не существует без настоящего. только в настоящем, есть настоящий, и только из настоящего вы можете прийти в будущее, но прийти в будущее только в том случае, когда вы постоянно в моменте, когда вы постоянно здесь, когда вы постоянно находитесь в этом физическом теле. И когда вы находитесь, когда вы осознаёте себя в этом физическом теле, это ещё только первый момент, который вы можете осознать. В этом физическом теле, когда вы осознаётесь, вы понимаете, что вы начинаете жить здесь и сейчас. И если вы дошли до того сознания, что вы можете осознавать себя здесь и сейчас, только в этом случае у вас могут появиться страхи здесь и сейчас. Это бывает крайне редко. Но они связаны всегда только с физическим телом. Потому что сознание, если мы говорим о сознании, какое оно есть, у него нет страхов, у него не бывает страхов, потому что страх идёт только от физического тела. Страх от физического тела, потому что физическое тело, что оно может сделать? Оно же может сделать как минимум, так и максимум. Это смерть. Смерть физического тела. И только на физическом теле закольцован страх. Другого страха не существует. Только когда вы осознаёте себя здесь и сейчас, в физическом теле, только тогда вы можете начать жить жизнь. Но если ваше сознание, сознание, оно готово всегда на негатив, на минус, оно здесь и сейчас, цепляясь за физическое тело, готово вам говорить о страхах. Но если вы отцепитесь, если вы будете понимать, что только сознание ведёт ваше физическое тело, потому что только за сознанием тянется физическое тело, ни за чем другим. Если вы это чётко осознаете, то с вашего физического тела сознание уберёт все страхи, потому что страх основан только на физическом теле. Если не будет физического тела, страхов не существует. В будущем страхи, которые вы себе интерпретируете, это только через сознание. Тело ещё туда не дошло, сознание уже там. Но эти страхи, они все неактуальны, потому что тело ещё туда не дошло, оно может никогда не дойти. На вас может свалиться кирпич, вас может переехать машина, поезд, вообще неважно что. И туда оно не дойдёт. Поэтому этот страх неактуален. Актуальность всегда только здесь и сейчас. И если вы понимаете сознание, что вы единое с вашим физическим телом, только тогда вы можете понять, что в вашем физическом теле страхов не может существовать. Потому что всё, что связано с вашим физическим телом, создаёт сознание. И когда вы понимаете, что создаёт сознание, только сознание, вы можете находиться здесь и сейчас, придерживаясь вашего физического тела, идти без лишних плюсов, минусов, выбросов в какие-либо эмоции. Хорошо, ой, плохо. В любые физические эмоции вы можете идти без этого, только после того, как вы осознаете, что ваша физика, ваше белковое тело всегда стремится за вашим сознанием. Жду обратную связь, я надеюсь, что я... Да, как бы у нас тут есть вопросы. Они, правда, пока ещё не по теме страха, потому что они возникли немного раньше этой темы. Вопросы, наверное, будем их сейчас зачитывать, потом продолжим. Система защиты сознания от самого себя почему-то превышает свои полномочия. Как не реагировать на насилие во время практики? А если есть насилие во время практики, значит, эта практика, во-первых, не ваша. Во-вторых, как защита от сознания самого себя, то есть нет защиты от сознания самого себя. Как только вы себя осознаёте, вы идёте только в самом себе. Если у вас есть какой-то дисбаланс, значит, ваш мозг опять тебе сказал, вот это вот ты, но сделаем вот так-то и так-то. Это опять маленькая уловочка туда, куда, где не вы. Потому что вы всегда с собой в согласии. Как только вы себя ослабливаете, других процессов уже не будет. Пишет Женя Смагина, пишет, Светлана прекрасна, а её прическа сейчас на пике моды. Она называется «Гавайские кудри». Пишет Светлана, пишет. Светлана, как думаешь, королева Елизавета была просветлённой? Никак не думаю, об этом вообще не думаю, и мне неинтересно это. Оксана спрашивает. Светлана, здравствуйте. На каком типе питания вы сейчас? Ни на каком. Отлично. Мирошниченко Ольга спрашивает. Светлана, страх холода до дрожи. Отчего может быть? Если мы говорим «страх холода до дрожи», то, скорее всего, вы сыроед. Это один из этапов, когда у вас уходит не подкожный жир, а жир. У нас на каждом органе есть жир. Жировая прослойка. И на определённом этапе она у нас уходит. И когда у нас уходит, у нас появляется такая жуткая мерзлявость. И когда вот есть такая жуткая мерзлявость, посмотрите, подходит ли вам сыроедение, подходит ли вам тот образ жизни. Потому что если мы говорим о вечной жизни и о просветлении, неважно, ребят, неважно, с какого питания вы туда перескочите. Как только вы осознаете всё это, как только вы поймёте, что это такое, у вас не будет актуальна еда. Но если вы будете через сыроедение заходить, вы погубите своё тело. Через неедение заходить, если вы будете делать сухие дни, голодные дни, неважно, как вы их назовёте, автономные дни, чистые дни, если вы через это пойдёте, вы разрушите своё тело до определённого момента. И потом вам нужно будет восстанавливать своё тело, чтобы оно не оттягивало внимание на себя от вашего осознания сознания. Nobody отмечает, что у вас очень красивая жестикуляция. Говорит, что ради этого приходить на эфир. И даже, говорит, можно отключать звук и просто любоваться вами. Но я бы не советовал отключать звук, потому что речь Светланы не менее, конечно, впечатляющая. Ольга Садкова спрашивает, а как справиться со страхом быть закопанным заживо? Да никак. А почему вас это напрягает закопать заживо? У вас же это идёт подсознательный страх закопать заживо, потому что вы понимаете, что вы вечные? Идите через другие аспекты, идите через осознание себя вечным. И кто вас тогда будет закапывать? Это же не просто так это осознание, это же осознание закопанным быть вечным. Но это, знаете, это не тема прямого эфира, потому что здесь же у вас есть внутренний какой-то, внутренний гвоздик, который нужно вытащить. Это же не общий статистический страх, который можно просто вот так вот вытащить. Это же вы для себя что-то приняли, что вот так вот оно может быть. В это поверили. После того, как приняли, в это поверили. И сейчас вы в это в себе развиваетесь. Но это же ситуация практически абсурдная. Так, вопросы пока закончились. Хотелось бы спросить от самого себя. Я так понимаю, есть страх, за который стыдно. Например, страх из будущего, когда, по сути, страх рождается там, где придуманный мир не коррелирует с настоящим, то есть с естественным. Соответственно, я боюсь того, чего еще не наступило. Это понятно. Есть страх, за который как будто бы не стыдно. Я так понял. Страх физический, моего тела, что ли. Но здесь я не очень согласен. Может быть, или я неправильно понимаю. Но, грубо говоря, у меня боязнь высоты, да, там с детства присутствует. Высоты? Да, да, да. И вот я для себя рекомендую. Пока ты, Вадим, боишься высоты, пусть это физический страх. Что нет на самом деле. А, давай я тебе расскажу. Смотри. Да. У меня тоже был страх высоты. Очень-очень долго. Причем я его, знаете, как прорабатывала? Я прыгала с тарзанки. Я прыгала со страховкой тоже с определенной высоты. И все, что я делала, это все бесполезно. Я все равно точно так же боялась страха. То есть для меня это вообще никак не поддействовало. Но когда пришло осознание себя, и когда я поняла, что максимум, что может со мной случиться, это смерть нашего физического белкового тела. И, возможно, если аудитория подготовится, я вам расскажу, что такое реинкарнация и что такое, когда мы знаем, что у нас в ДНК весь наш род. Это действительно так есть. Но, наверное, это в открытом эфире некорректно будет рассказывать. Но про страх давайте опять вернемся к страху. Когда ты осознаешь себя, когда ты понимаешь, что максимум, что с тобой может случиться, это смерть твоего физического белкового тела. Когда ты это четко осознаешь, не просто, что с тобой это случится, а еще и те моменты, что случится, если тебя не станет. Вселенная не перестанет вращаться, ничего не остановится. И вот эти маленькие осознания, вот эти пунктирные осознания того, что будет, если тебя не будет, и что будет с тобой, если тебя не будет. Когда у тебя это четкое понимание придет, это после пробуждения, после… Я не говорю про просветление, потому что просветление — это определенный этап, когда у тебя уже есть только ответ и нет вопросов. И когда у тебя вот эти моменты приходят, у тебя не будет страха смерти, страха высоты, потому что что ты делаешь на высоте? Ты уже не боишься смерти. Это максимум, что может с тобой случиться. Ты уже просто ныряешь. Но тебе тогда уже неинтересно идти в тарзанки прыгать, тебе уже неинтересно какие-то такие драйвовые игры, тебе уже они неинтересны. Тебе интересны какие-то вот… Ну вот я не знаю, я езжу на маунти-байке по горам. Вот это интересно, потому что оно вот такое вот разовое и такое вот небольшое. А когда ты идешь уже на какие-то осознания, прыгнуть с парашюта, прыгнуть с тарзанки, прыгнуть еще откуда-нибудь, ты понимаешь, что вот это вот то, что ты вложил в эти… в несколько секунд, они тебе… Когда ты вложил несколько секунд в осознании того, что с тобой происходит, когда ты это сделал, у тебя нет даже разочарованности, ты понимаешь, что как бы пазл сложился, ты все это сделал, а в результате ты себя нового не поймал. Но ты себя нового ловишь тогда, когда ты понимаешь, что ты, например, можешь пройти через стену, ты себя нового ловишь. я немножко забежала в то русло, которое в открытом эфире не говорится. Ну, хорошо. Да, я с вами тут согласен, у меня как раз такой же опыт был недавно, как только я представил, я там шел по какому-то опасному месту и представил, что я в конечном итоге теряю, теряю максимум тела. Кстати, одна эта мысль делает свое существование как будто бы надмирным, что ли, то есть уже как бы, ну да, ты уже находишься как бы вне тела в этот момент, и поэтому потеря его ничего особенного не решает. А у нас тут есть еще вопрос от Светланы. Светлана, реально ли для обычного человека вспомнить свою прежнюю жизнь? Ребят, это не рекрессивный гипноз, ни в коем случае. Давайте я не буду обесценивать чьи-то труды, так скажем, у нас в нашей ДНК, в нашей ДНК заложены все наши жизни по женской линии и по мужской линии. И это не говорит, что вспомнить. Когда вы раскрываете себя на клеточном уровне, вы их не вспоминаете, вы их видите. И когда вы их видите, для вас не может быть что-то неприемлемое, какие-то страхи, какие-то сомнения, что-то еще. За вас, представляете, за вами стоит какая армия, какая мощь стоит за вами в каждой вашей клеточке. Это просто неописуемо. Это просто, когда вы это осознаете, что у вас есть, какие знания, какие чувствования, какие миры стоят в ваших клеточках, в вашей одной ДНК. Это не только ваше. Почему мы говорим, что мы продолжаемся через детей? И это действительно так. Мы можем умереть в этой жизни. И то, что мы переродимся, мы переродимся через свое сознание, это все ерунда, ребят. Мы перерождаемся только через детей, через наше ДНК. И они это делают. Но мы можем не умирать. Вот в чем весь секрет. Наше белковое физическое тело, наше сознание может не умирать. Без белкового тела может существовать сознание. После осознания сознание, только после этого оно может существовать. А то, что мы, как многие говорят, что вы умрете, а потом переродитесь в другом физическом теле. не так это работает, не все так похабно, я бы сказала. Либо вы через осознание идете, либо вы продолжаете свой белковый путь в этом физическом теле. Ведь многие уже книги, которые, пусть даже мы говорим о Библии, либо о каких-то других религиозных книгах, которые в наше поколение дошло в очень искажённом варианте. И то в очень искажённом варианте, там всегда говорится о том, что физическое тело может жить столько, сколько вам нужно. В очень искажённом варианте говорится, что физическое тело жило как минимум тысячу лет. В очень искажённом варианте говорятся те моменты, о которых сейчас я говорю, о которых вы прекрасно все знаете. И поэтому, когда мы говорим, что можно ли вспомнить, вы это знаете. Да, вы раскрываете в себе память. Раскрыть в себе память – это залезть в свою клеточную структуру. Но в открытом эфире, естественно, я вам это не расскажу. И даже я не могу это вам рассказать, если вы придёте ко мне на онлайн-марафон. Только живьём. Только живьём я смогу отследить, куда вы пошли. Только живьём я смогу отследить ваш свет, куда вы идёте, через ваш свет. Это возможно, да. И ребята это делают. Это не вау какая информация. Это просто базовые настройки вас. Вы это можете всё сделать. Светлана, а вот если бы мышка забежала сейчас к вам в комнату, вы бы подпрыгнули от страха, бы заряжали? Я обожаю мыши. Я не знаю, вот я мышек обожаю, мышек, крыс. Потому что я, когда была маленькая, мы заводили с сестрой мышек. У нас жил крыс, Мурзик, очень умный. Но я вам могу сказать, что если я могу зайти в клетку с тигром, и ничего со мной не будет. Но если на меня сядет какой-то насекомый, какой-то жук, ребята, обусрутся все вокруг от моего визга. Вот этого мне есть. Вот этого не передаю. Не знаю, почему не могу это следить. Не хочу за этим следить. Но насекомых я очень люблю. Из тараканов, каких-то жуков, каких-то особенно летающих жучков, которые могут всегда... Если от таракана я могу убежать, перепрыгнуть его или еще что-то, ну, с жутким вот этим вот... То от жучков нет. А все, что касаемо людей, которые люди дают эмоции, ничего не реагируют. Так, тут в чате продолжаются дискуссии по поводу природы страха, быть закопанным заживо. Наличайшая фобия Данил Конюхов пишет, что страх будет закопан заживо, и другие страхи могут оставаться в подсознании, из жизни в одном из прошлых тел. А как часто у нас, кстати, вопрос вам, Светлана, страхи присутствуют именно из как бы прошлых реинтарнаций, что ли, прошлых жизней? Или это у нас в моменте нажитое, что ли? Ну, если вы, ребята, смотрите, наше знание, наша память из прошлых жизней, она нас всегда поглощает только лишь тогда, когда мы не научаемся жить здесь и сейчас. Когда вы живете здесь и сейчас, когда вы стабилизируете физическое тело и сознание всегда в моменте, то страхов у вас не может быть. Никакие страхи вас вообще не выведут в какие-то определённые эмоции и ещё что-то. Потому что когда мы здесь и сейчас… Вот смотрите, почему у людей бывают заболевания какие-то, болезни какие-то и ещё что-то. Это чтобы вернуть здесь и сейчас. И когда вы здесь и сейчас себя… Вот надо ходить, буквально это бывает… Может, кто-то начать это делать… Секунды, две секунды. И когда вы в секунду и в две секунды находите здесь, вас всегда, у вас даже боли нет в этом моменте. Вот в моменте всегда всё ровно. Единственное, что вас может выстегнуть, когда вы только начинаете… Это выстёгивает мысль. Когда вы через вот такую вот… Через жёсткость себя возвращаете себя в момент. И через вот эту вот жёсткость в моменте, когда вы находитесь, вы понимаете, что вы в моменте, что у вас всё хорошо. Но опять же, вот эта вот мысль, которая вас вернула в момент, она тоже как якорёк такой, и вас тоже приземляет. А когда вы научитесь растворять мысли, когда вы научитесь здесь и сейчас, когда вы научитесь понимать себя в первые три секунды, это как раз мы всё говорим. Это я всё говорю на ретритах, это я всё говорю в марафонах, это я всё говорю… Это мы всё прорабатываем с ребятами в троечках вот в этих вот… Когда вы научаетесь быть вот в этих состояниях, то вы тогда просто становитесь вот таким вот, вы становитесь огромным, глобальным, широким. И тогда вот всё, что есть вокруг вас, вы просто это поглощаете с огромным удовольствием, потому что вы идёте через отдачу. Можно вообще сказать, что страх – это некое концептуальное всё-таки понятие, это всё-таки работа именно ума, и также через, возможно, настройку она и действительно раствориться может. Я просто вспоминаю момент, я заходил как бы под водопад, водопад холодный, струя, всё, в тёмное время суток, полночь, я впервые захожу в холодную воду, давно такого не было. И это был определённого рода стресс, одна струя сильно бьёт по голове в тёмное время, шумок такой большой. Я думаю, где я нахожусь? Я в моменте аж растерялся, потерялся и страховал. Потом вынул голову, опять ссунул голову. И всякий раз, когда я ссунул голову, я себя как бы спрашивал на момент страха, боюсь ли я. Таким образом, всякий раз спрашивая себя, я этот страх, я через этот вопрос и растворял, получается. И таким образом, у меня страх и прошёл в том моменте. А хотел это спросить, а можно ли сказать, что в принципе любого рода страх, даже телесный страх, тех же самых жучков, это просто недопонимание того, недопонимание общей картины бытия, или себя как всего мира, что ли, соединения. Даже жучок есть в моём отражении. Смотрите. Каждый человек выбирает себе, во-первых, какой триггер оставить. И я выбрала себе, какой триггер ставить. Это самый безобидный триггер, с которым я могу справиться, если он случится со мной в те моменты, когда мне будет это уже неактуально. И я могу его спокойно убрать. Это первый момент. И второй момент. Я всегда на всех марафонах, на всех ретритах, ребятам говорю, записать единственную фразу. Ребят, страха не существует. Страх – это мысль, в которую вы поверили. Такой же случай был. Я просто заполняю эфир, потому что пока нет вопросов. У меня просто такой же случай был с сыном, когда он был маленький совсем. И вот когда он поднимался по ступенькам, я не мог подняться, потому что боялся. Серьёзно боится. У меня такой же страх высоты, как и у меня. Мне достаточно было сказать, что страха не существует. И что-то вроде этого. Действительно, он проделал чудеса. Он пролез так высоко, что я сам, я след за ним влез. У меня самого там поджутки стали пестись. Ну, то есть даже дети этого понимают. Может, не можно сказать, что... Это абсолютно. Во-первых, я тебе могу сказать, что дети до 12 лет находятся в одной ауре с родителями. Чаще всего, конечно, это с матерью, но если постоянно отец, то и с отцом. Это первый момент. И второй момент. У нас, когда я жила ещё на Урале, у нас был такой великолепный клуб, Маугли он назывался. И там вот эти были всякие лазалки для определённого уровня, для определённого возраста. И мы как-то пошли на эти лазалки, потому что я их обожаю. И у меня младший сын пошёл там по своему возрасту, а старшего сына разрешили пойти со мной. И там было одна вот такая вот преодоление определённого этапа, но достаточно страшный. И вот я прекрасно знаю, что если бы я прошла одна, я прошла его одна, мне было настолько страшно, настолько вот этот вот страх меня прямо сковал на тот момент. Это было, ну, наверное, ну, как минимум 7 лет назад. И вот я его прошла, вот это через весь страх, и думала, Боже, я никогда не перейду. И когда у меня сын застрял на половине, и он не понимал, обратно идти ему страшно, вперёд ему страшно, и он стоял вот в этой панике, то у меня этот страх, он отключился, вот как будто бы его никогда не было. То есть как будто бы я иду по обычному асфальту. И я за ним добралась до туда, у меня даже не было мысли о том, что мне вообще может быть страшно, потому что я вот только что прошла с огромной паникой. У меня было переключение на другое, на иное другое, и я до него дошла, и мы с ним вместе прошли этот путь. И только потом я осознала, что когда я за ним шла, для меня это не было ни страшным, ни обыденным, никаким, потому что я шла в определённый момент своей жизни, в определённую цель своей жизни, которая для меня была на тот момент очень актуальна. И когда мы это делаем в своей жизни, то у нас не бывает страха. Почему бывает, что такое, почему говорят море по колено? Это же не просто так вот эта вот фраза, да? Это когда действительно, что когда ты идёшь на определённом внутреннем своём пазыре, который тебе очень актуален на данный момент в твоей жизни, у тебя не существует страха, у тебя не существует барьера, у тебя не существует тех моментов, которые бы в другом случае, ты бы сказал, ой, у меня не получилось из-за этого, из-за этого, из-за этого, то есть вот это вот всё, оно просто отлетает, потому что оно не актуально, потому что тебе это надо. И это тоже один из немаловажных моментов. Между тем, у нас появился вопрос, первый вопрос из Zoom. Спрашивает, ставил СК, а страх не связан с гормонами тела? О, ещё раз можно повторить, мне отмечено проехал. А не связан ли страх с гормонами тела? Гормоны тела, они идут от сознания, другого не бывает, то есть гормоны сами по себе, они не живут. Гормоны – это физическая составляющая нашего физического тела, это не сознание, это физика. Эта физика скомбинирована на определённом образе жизни, на определённом образе питания, на определённом образе медикаментов, на определённом образе ещё чего-то. И вот это всё, это и есть наш гормональный фон на сегодняшний день. Я не беру младенцев, я не беру маленьких детей. На сегодняшний день это так. И если мы сознанием идём к определённым вещам, чтобы быть в определённых стадиях развития самого себя, то гормональный фон, мы спокойно можем, любой гормональный фон, не только всплеск плюс-минус, а гормональный фон, я говорю ещё о том гормональном фоне, я так как больная, гормонозависимая была, я ещё говорю о том гормональном фоне, когда ты, например, не можешь себя контролировать в каких-то этапах. Не можешь, ребят, действительно не можешь. Как бы это ни говорилось, что можно вот так вот сделать, и тогда тебе будет вот так вот. А можно? Нет. Есть такие медикаментозные, гормональные сплеск, контролировать, либо в эмоциях, либо в еде, либо в каких-то физических состояниях. Это действительно так. И когда наступает вот этот вот гормональный всплеск, ты его можешь снять на данный момент не осознанием, не каким-то голоданием, а только медикаментозным. И только после медикаментозного спада этого гормонального фона ты можешь идти дальше. Я говорю о конкретных гормональных фонах. Это не о том, что там, ой, да нет, я вот тоже вот проходила, то у меня-то в жизни такое было, я вот знаю. Нет, ребят, не знаете, поверьте мне. У меня был гормональный скачок на определённом уровне, который можно было знать, там осознание даже не включалось. Там физика, там ещё какое-то, там даже не включалось, там включалось только через медикаментозное лечение, чтобы вообще снять этот гормональный фон, а после этого задуматься о том, чтобы сделать так, чтобы он больше не наступил. Это абсолютно разные вещи. Так, у нас есть вопрос от Юрия Игрик. Светлана, назовите, пожалуйста, самые действенные практики, чтобы оставаться в настоящем моменте. Чтобы оставаться в настоящем моменте, самые действенные практики, когда вы видите что-то перед собой и вы хотите это оценить, либо уже оценили, сразу же возвращайтесь в себя и говорите, это нехорошо, неплохо, это просто факт. Это самая действенная практика. Это первый момент. И второй момент, когда вы… Второй момент по мыслям, но там немножечко про другое. И когда вы понимаете, что по мыслям у вас не получается что-то отследить, пробуйте их просто растворять. Идёт мысль, растворяйте мысль. И самое действенное, что вы можете всегда для себя, всегда себе напоминать, это то, что прошлого, прошлое уже не существует. Будущее ещё не наступило. И всё, что у вас есть, это только настоящий момент. Наслаждайтесь, живите. И здесь, в настоящем, только решайте те вопросы, которые у вас поступили в настоящем моменте. Когда вопрос следом, вы говорите про растворение мыслей, как же это сделать? Просто волевым усилием? Растворение мыслей, да, вы её ловите. Тут очень много практик, на самом деле, мы ребятам много даём. Просто здесь же, понимаете, зависит от генотипа человека, кто на каком этапе своего сознания. То есть один может растворить эти мысли, второй может, если не может растворить, но вот эти мысли, как я начинаю растворять, они как будто на меня вообще скобом налетают, как будто осиное гнездо и попадают. Тогда начинайте, вот как появилась мысль, если вы чувствуете, что прямо как осиное гнездо, вы эту мысль проговариваете вслух. И когда вы начинаете проговаривать вслух, вы одну проговорили, проговорили, вторую начинаете проговаривать, Вы чувствуете, уже следующее идёт. Вы первую тянете. А у вас ещё миллион. Вы первую всё равно дотягиваете. Когда вы дотягиваете, и буквально минут 10, и ваши мысли, ваш мозг настолько устают, что он говорит, да пошёл ты со своими мыслями. И у вас настаёт вот такая вот тишина. Но это нужно пережить. Вот эти вот, представляете, 10 минут проговаривать свои мысли. Это кажется, что это так легко. А это пипец как тяжело. И когда вы проговариваете 10 минут каждую свою мысль, к вам другая не может залезть. Она не может, она как дятел вам стучится, но простучаться не может, потому что вы ещё эту не договорились. Как только вы эту договариваете, ловите следующий, проговариваете следующий. И потом вы чувствуете, что этот дятел просто сдох. Он говорит, всё, я аут. Я не могу там. И вы чувствуете вот это вот. Это будет сначала секунда, вот это без мысли. А потом дальше, дальше, больше. И потом вы можете менять эти практики. Я как-то попробовал мысль, чтобы мыслей было немного. Я решил взять просто, чтобы количество. Я бы хотел убить количество мыслей. Одну единственную мысль. Я взял перед собой, поставил что-то вроде зёрнышка. Смотрю на зёрнышко. И думаю, да, это зёрнышко достаточно маленькое. Это зёрнышко достаточно маленькое. И думал, вот так и буду думать про это зёрнышко, что оно достаточно маленькое. Одна это монотонная мысль, убил все остальное. И я в итоге впадаю в такое безмыслие. Но на деле, знаете, ни разу я не повторился. То есть всякий раз моя мысль была вновь. Так, это зёрнышко достаточно маленькое. Это зёрнышко достаточно маленькое. Но я это уже говорил. Это зёрнышко и так далее, и так далее. То есть довольно сложно было как бы и с этим справиться. Когда ты упираешься в одну и ту же мысль, ты же ставишь себе барьеры, а наше сознание не любит барьеров. Оно тебе начинает придумывать миллион всего. А когда ты ему не сопротивляешься, а просто проговариваешь то, что оно тебе даёт, это уже другое. Надо будет попробовать и ваш, да, способ. Так. Ну что, друзья, вопросы, я так вижу, закончились. То есть вы сегодня были достаточно активны, но не на целый час. Хотя целый час у нас тоже, в принципе, подходит к концу. Если вопросов больше нет... Есть. Есть. Добрый вечер, Светлана. Добрый. У меня вопрос больше для окружающих, потому что он для меня ясен, но если вы ответите на него, то это очень поможет. Значит, состояние осознанности в настоящий момент напрямую связано с состоянием безмыслия, о котором вот сейчас как раз вы говорили. Часто задают вопрос, а как общаться с миром в повседневной жизни, находясь в состоянии безмыслия? Здорово. Но вообще это самое лучшее общение. И у меня сейчас мыслей нет. Я ими вообще не пользуюсь. Умом пользуюсь, мыслями не пользуюсь. Что такое мыслями не пользоваться? Это когда вы задаете вопрос, я же не подумала, я же не подумала о том, что вы мне задали, потом то, что рассказать. Это просто идет... Вся информация, она идет через нас. Она не в нас. Мы бы иначе... Наша флешка бы уже давно бы там затухла. Она идет через нас. И когда вы научаетесь жить в моменте, а в моменте есть вся информация, когда вы научаетесь жить в моменте, когда что бы вам ни задали, вы можете найти этот ответ, потому что у нас нет вопросов, у нас есть только ответы. Ответы, если надо ответить, то они, конечно же, есть. И вы начинаете просто об этом разговаривать. Вы начинаете не тухло о чем-нибудь там перемысливать, а начинайте это через жизнь выдавать те ответы, которые есть везде в пространстве. Не нужно включать мысль, нужно просто разрешить себе жить вот в этом потоке, жить в этом настоящем моменте. И тогда у вас на каждый вопрос всегда найдется ответ. Самое главное, чтобы вас окружали такие же люди, как и вы, чтобы они могли уловить тот ответ, который вы даете. Но меня, как правило, окружают те люди, которые вокруг меня. Прекрасно. И еще одна просьба, если было бы можно, чтобы вы закончили ответы на те вопросы, которые вы начали вначале и вас перебили. Потому что там были интересные вопросы. Я думаю, есть смысл их закончить. Я думаю, если вы хотите... Я еще могу два вопроса прочитать, а остальные, я думаю, уже их всегда очень много. Спасибо огромное. Ну, один из вопросов. Светлана, какого вы года рождения? И расскажите, почему вы не верите в астрологию? Ребят, я не в том, что не верю в астрологию. Пожалуйста, если кто-то верит, если кому-то это интересно на каком-то этапе, то это очень здорово. Мне кажется, что это как будто бы как очередная игра, которую создают люди для самих себя, чтобы поверить в их способности, в их могущество. И поэтому не важно, что мне будут говорить по моей дате рождения. Я же прекрасно понимаю, что я сейчас... Как я сейчас живу? То есть я приняла полную, тотальную ответственность за саму себя на себя. То есть что бы мне ни говорили, это как будто... Астрология, это как будто перекладывание вашей ответственности на кого-то. А вот мне звезды сказали, а вот мне числа сказали, а вот мне линии судьбы сказали, а мне ещё кто-то сказал. И вы как будто перекладываете какой-то кусочек себя на кого-то другого. Вы себя теряете в этот момент. Вы расфокусируетесь. Вы уже не... Вы уже у себя... Вы себе не принадлежите. Вы уже у себя не цельные. А когда вы полностью берёте ответственность на себя, то вам не важно, что вам скажут карты, карты, линии, числа, звёзды, ещё что-то. Вы уже понимаете, что вы творите то, что вокруг вас. А ещё ответы у меня... Вы выбилось. Не смогу больше задать. Но я думаю, наверное, хватит, потому что я не смогу больше задать вопросов, потому что они у меня уже съехали. Ну что, Светлана, благодарю. А, да, доктор Вапуран. Я вам очень благодарен, что вы продолжили отвечать. Вот особенно по поводу астрологии. Я с вами абсолютно согласен. Люди, у которых уже есть саморефлексия и самодостаточность, им абсолютно всё равно, кто в каком асциденте и в каком они там созвездии родились. Это действительно вот игра, которая на осознанных и которые уже как бы внеедине и вот в этой трансформации она уже их как бы не интересует. И спасибо вам большое. Светлана, я присоединяюсь к словам благодарности. Вообще хочется сказать, что после ваших эфиров всегда разыгрывается страшный аппетит. Только если хочется не огурцы, а всё мироздание целиком проглотить. Вы настолько воодушевляетесь. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Спасибо. Благодарю. Всего доброго. Спасибо, друзья.